Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником воскресного дня и завершением Успенского поста. В эту неделю мы читали евангельское чтение сегодня о том, как господин оставил виноградник на попечение. И слуги избили других слуг, вторых слуг и наконец господин решил послать своего сына и его тоже решили убить. Эта притча нам напоминает современное состояние как и прошлого момента, когда Господа Иисуса Христа распяли, так и ныне современного человека, который без миссионерской проповеди остается невеждой и готов кричать вместе с людьми всего мира кровь его на нас и на наших детях. То есть Христос, как и в древние времена, Он несет правду, Он говорит истину, а правда и истина не нужна. И вот мы в прошлый раз на занятиях с вами говорили, что за 200 лет синодального периода приходская деятельность, приходская жизнь постоянно ущемлялась. Церковь как организация подвергалась давлению со стороны государства. И это вылилось в перевороте государственном 1917 года. Это не революция была, а государственный переворот, а разложение началось с разложения церкви, приходской жизни, уничтожения ее соборности и стремления к истине. И мы сделали вывод, что без возрождения в прошлый раз, приходской жизни, возрождения знаний о истине, которая изложена во вселенских соборах, символ веры, недаром мы поем на богослужении, и укрепление нравственности, сплоченности, соборности народа. Это способствует действительно возрождению и личности, и семьи, и общества в целом, и государства. И вот сегодня мы поговорим на эту тему, как нам не распинать Христа, а сораспинаться со Христом. Как получать знания, чтобы уподобиться благоразумным разбойникам, и чтобы в 21 веке, а именно сегодняшняя тема, организация миссии на уровне благочинии и прихода в 21 веке, чтобы мы шли по стопам Христа, последовали Его заповедям, а не своим собственным пожеланиям. Итак, мы с вами поговорим сегодня о том, как организовать миссионерскую деятельность. Миссионерская деятельность, она приемлема самой сути церкви. И мы в прошлый раз с вами от опыта миссии на первые века христианства, на Святой Руси, при царе Иоанне Грозном, и впоследствии уже падения в синодальный период, видели, что миссия шла с затуханием. Лишь только благодаря благочестивым епископам, монахам, которые, несмотря на ложную организацию миссионерской деятельности, управляемой государством ради своих каких-то интересов политических, она манипулировала церковью. И, соответственно, не благодаря, а вопреки продолжалось стояние в истине православной. И мы с вами говорили о периоде Святой Руси, именно как периоде закабаления, начиная с 1666 года, синодальный период уже начался с 1700 года, и период атеизма с 17 1917 по 1988 и по настоящее время. И этот период назвали закабаление и стояние в истине. То есть иго татарское сменилось на иго нехристи. И, соответственно, мы призваны в этих тяжелых условиях сохранять приходскую жизнедеятельность. Ознакомимся по содержанию. Это краткая была преамбула. А теперь по содержанию. Рассмотрим возрождение миссии в современной Руси, основные принципы миссии на приходе, организация миссионерской деятельности на приходе и перспективное направление миссионерского служения на приходе в Руси. Первое. Скажем о проблеме. Какая в настоящее время существует проблема? Проблема – это падение количества учащихся в воскресных школах. Оно связано с формальным исполнением священнослужителями, мирянами в своих обязанностях с холостическим неживым подходом к урокам и лекциям, неспособностью открывать детские и юношеские сердца для духовных знаний и общей пассивностью. То есть вот эта апокалиптическая толерантность, апокалиптическая теплохладность сейчас сетями интернета, сетями экуменизма и сетями эволюционизма покрыла наш мир, чтобы нас вбросить в период трансгуманизма. Вот с этим приходом приходится и сталкиваться. В миссионерской работе важным является кадровый вопрос. Поэтому преподаватели воскресных школ должны быть подготовлены духовно и интеллектуально. В епархиях ныне организовываются и ранее, с 2000 года особо активно, еще при патриархии Алексии II, организовывались переподготовки кадров, учителей, психологов даже, врачей, чтобы они знали основы православия. И, соответственно, нужно помнить слова апостола Иакова. «Не многие делайтесь учителями». Конечно, это призвание, но, по крайней мере, учителя... У нас даже есть такая должность зам по воспитательной работе в некоторых школах и официально даже утвержденная. Поэтому хотя бы этих учителей или учителей у вас не всех уж подряд, но желательно, конечно, но учителей факультативных преподаваний основ православной культуры уж в каждой школе должно быть выбор того или иного направления. Нужно готовить. И поэтому очень часто невежественное свидетельство о вере приводит к отпадению людей от церкви, к уходу детей из воскресных школ. Не только воскресных школ для детей, но и для взрослых. Всегда нужно проповедовать православие через личный пример, некоторые скажут, но это в первую очередь, это и понятно. Но и знания мы тоже призваны давать, и воспитание. И каждый человек, приходящий в церковь, должен получить ответ от общины, которая организована священником. И священник тоже отвечает за то, как прихожане должны встречать, а не встречать приходящих с радостью, с поддержкой. Если прихожане будут вести себя аморально, то никакие слова священника или миссионеров от этого прихода не тронут сердца людей. Поэтому нужно создавать на приходе атмосферу любви, взаимопомощи и личный пример в работе миссии играет важнейшую роль. Это все такие общие понятия, но их лучше всегда еще раз повторить. Всплоченный приход призван заботиться о приходящих церковь людях. Тех, кто ищет дорогу к храму. К Богу, конечно, через храм. Или пока не проявляет достаточной активности в церковной жизни поддержать таких людей, их силы в этом направлении. Поэтому просветительская, миссионерская, информационная деятельность в епархиях, благочениях, монастырях, приходах нуждается в усилии и лепты. Каждый человек, прихожанин, может нести свою лепту для вновь приходящих. Таким образом, можно сказать, что миссионерская работа на приходском уровне может заключаться в определенных направлениях. Рассмотрим их. Сразу скажем про священника. Приходской священник обязан твердо знать основу православия. Это тривиальные истины, как говорится. Уметь дать ответ всякому вопрошающему. То есть, это умение знаний, это приобретение знаний и умение преподнести их. А это умение преподнести не только знания богословские, но и желательно иметь хотя бы начальный уровень педагогического образования. Ведь нужно знать хотя бы уровни. Какая информация дается для детей, для юношей, девушек, мальчиков, для девушек уже на выдании, в замуж. Какие у них особенности, какие размышления. Какие у мальчиков, которые готовятся к армии. Что делать девушкам и юношам после армии. То есть, должны определенные быть категории миссионерской проповеди для врачей, для больных, для военнослужащих, для заключенных, для людей, страдающих и страждущих. То есть, все это священник хотя бы на минимальном уровне должен ориентироваться. Потому что можно много знать, в голове много знаний. А, как говорится, в сарае, если много все есть, но все в беспорядке, то, в общем, сложно сориентироваться, где же плоскогубцы, где же ножки, где вилка. Все в одном мешке лежит. Вот так и здесь. Знания нужно упорядочить. Их преподносить правильно. Нельзя поить компотом, потом кушать второе, потом первое. И на выходе оставаться с бурлящим животом. Так вот, так же и знания. Они тем более для души полезны. Все должно быть вовремя. Нельзя давать сухую пищу. Младенцем может ребенок умереть. Нельзя кормить человека водой. То есть, все должно иметь свое место. Господь так и говорил. Нельзя в старые мехи вливать вино новое. То есть, определенная методика преподавания. Второй пункт. Священник должен уметь организовывать обучение прихожан основам православия. Методом организации миссии. То есть, давать определенную методику. Далее. Формирование групп прихожан. То есть, священник призван стараться формировать групп прихожан, способных вести миссионерскую деятельность. Четвертое. Регулярно повышать уровень знаний при духовных учебных заведениях, курсах повышения квалификации. А это касается уже прихожан. И последнее. Настоятель прихода заботится о финансовом обеспечении. Прихожанских миссионерских инициатив. Конечно, это больше касается для соборных приходов, благочений. Где все уже отлажено, храмы построены, приходы существуют уже десятилетиями. И, конечно, миссионерская деятельность просто обязана. В сельской местности, где прихожан очень мало, и, соответственно, далеко они расположены от центральных учебных заведений, конечно, это все сложно наладить. Но это все должно иметь место быть. То есть, священник, даже сельский, призван знать все определенные виды деятельности. Вот здесь написано мелким шрифтом, но я прочитаю эту презентацию, вы можете впоследствии попросить у организаторов. Рассмотрим определенные виды деятельности, которые возможны на приходе. Первое. Это мы говорили про священника, а теперь о прихожанах. Достодолжное совершение всех церковных служб, ибо богослужение является сильнейшим миссионерским средством, где сплачивается пастырь с прихожанами и со Христом. Второе. Это, как говорится, самое главное. Но чтобы совершить достодолжное богослужение на высоком уровне, необходима подготовка. И вот со второго пункта по двадцатый все должно служить к первому пункту. Проведение вне богослужебных чтений и собеседований, желательно не менее одного раза в седмицу. Введение просветительских бесед с приходящими в храм. Третье. Это общая, после божественной ритургии трапеза, хотя бы раз в году в день престольного праздника. Это касается, конечно, сельских приходов, может даже таких удаленных, которые священник раз в году может приехать. Даже касается миссионерских станов. А так, в идеале, должно быть на двух десятые праздники, по крайней мере, или по мере необходимости. Далее. Дежурство священнослужителей и миссионеров измерян в храме, в крестильном помещении, в библиотеке, в церковной ограде, в трапезной. Пятое. Постепенное воспитание литургического сознания прихожан. Чтобы не отмечали понедельник день тяжелый, пятница перед воскресеньем, а отмечали свою жизнь как древние времена по праздникам. Вот тебе июль в день, на покров снежок, в этот праздник. То есть, настолько были праздники связаны с сельской жизнью, с определенными свадебными обрядами, с определенными традициями, заготовкой сена и так далее. Что это было неотъемлемо. Богослужебные дни. На благовещение никто ничего не делал. То есть, это должны знать прихожане. И то есть, литургическое сознание, оно включает и знание традиций. Ну, а конечно, это понимание, что происходит на литургии в первую очередь. Шестое. Консультирование сотрудников храма. То есть, священник он консультирует, наставляет их, имеющих постоянный контакт с прихожанами. Лучшими миссионерами, помощниками. Это сотрудники, помощники, священников в лавке церковной, катехизаторы, которые готовят к крещению людей, миссионеры. Поэтому, священник призван консультировать, но, по сути, советовать. Седьмой пункт. Предварительное оглашение готовящихся принять святое крещение. Это, как минимум, одна беседа. Это сейчас развивается у нас. Восьмой пункт. Миссионерские акции, находящиеся в пределах прихода, образовательных, молодежных, социальных, культурных и других подобных учреждений. Подготовка клира миссионеров из местного населения. Очень важно. Потому что местное население, местный человек, он знает традиции и может их повлиять правильно. Не ломая, а правильно их изменяем. Далее. Мониторинг в границах прихода раскольнической, сектантской, опультной, атеистической деятельности. Противодействие ей, ограждение людей от ее пагубного влияния. Десятый пункт. Привлечение мирян к активной церковной работе посредством выполнения конкретных миссионерских поручений. В том числе участие в миссионерских экспедициях, работы по подготовке желающих принять крещение, дежурство в храмах, участие в дискуссиях, в интернете, теле, радиопередачах, а также организации трудовых общин. Одиннадцатый пункт. Печать листовок с разъяснением важнейших вопросов церковной жизни для верующих. То есть определенный стенд, на котором могут располагаться листы. Как подготовиться к крещению, как подготовиться к венчанию, к таинству покаяния, к таинству соборования. Это самое первое. Таинство причастия. Далее листочки может быть, как себя вести в день рождения, в день именин, как отмечать церковные праздники, как отмечать свадьбу правильно. То есть все, что касается быта человек, как приходить в храм, как креститься, как молиться перед трапезой, после трапезы. То есть элементарные вещи человек может получить, прочитав один листочек, одну страничку. Можно и, конечно, более серьезные брошюрки. Например, о различных религиозных заблуждениях, которые бы наставляли и человека возвращали в Лоно-Православной Церкви. Далее, печать листовок, распространение, 12 пункт, распространение просветительских листов, литературы, видеофильмов, духовно-просветительского содержания среди невоцерковленных людей. То есть это действительно важно. Какие-то фильмы, диски могут даже на стенде находиться. Дальше, 13 пункт, распространение миссионерских изданий и вообще на общедоступных по слугу и безукоризненных по богословскому содержанию советов. Дальше, взаимодействие с образовательными, культурными учреждениями для осуществления совместных проектов в миссионерских целях. Например, руководство города отмечает День города. У нас в Сергеевом Посаде День города попадает на Троицу. И, конечно, может быть совместные мероприятия, богослужения. Например, 1 сентября хорошо священнику прийти и благословить учащихся. Директор школы это вызывает, просит или наоборот священник это организовывает. То есть это совместные мероприятия. Дальше могут быть и совместные лагеря, православный лагерь или светский лагерь с пригласением священника. Далее, шестнадцатый пункт. Активная работа воскресной школы для детей, обучение основам веры, начиная с детства, не сухим, схоластическим, а живым и образным языком. Совместное мероприятие на приходе, совместная встреча Пасхи, Рождества с родителями, с детьми, прихожанами. Дальше, взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями для осуществления совместных проектов. Семнадцатый пункт. Активная работа в приходской библиотеке. То есть в храме или рядом с храмом может быть небольшая библиотечка для того, чтобы прихожане самые читаемые книги выставить, даже включая на подоконнички или фильмы какие-то. Посмотрел, принес, другому передал. Бывает так, что в доме собирается много литературы, много иконок и какой-то выделить стол или место, где прихожане приносят туда для раздачи и литературу, и диски. И нуждающиеся разбирают, включая даже и социальную помощь, это одежду. Только уже не в храме, а рядом где-то с храмом. Приносят более богатые люди, они уже не нуждаются, дети выросли, и колясочки, и одежду. А более нуждающиеся приходят и это разбирают, только все это должно быть как-то чисто под контролем. Дальше, забота приходского попечительства. То есть на приходе может быть организовано определенное приходское попечение за престарелыми, одинокими, больными прихожанами. Работа сестер милосердия, посещение домов престарелых, интернатов и детских домов. То есть на приходе бабушка ходила-ходила, потом раз перестала ходить, ножки отказали, или позвоночник, или глазки перестали видеть. Ну и конечно обязанность священника и старосты храма, и прихожан активных поддержать эту бабушку, или женщину, потерявшей мужа, или наоборот мужа, потерявшей жену, или ребенка. То есть поддержать прихожану. Это как бы естественно и понятно, но лучше это еще раз обозначить. Девятнадцатый пункт. Проведение в различных общеобразовательных учреждениях праздника, или праздника в честь святого Кирилла и Мефодия, или праздника в честь каких-то определенных святых, местно чтимых святых, или особого покровительства. Если маленький приход сельский, то можно отмечать день ангела, службу совершать в день того или иного ангела. И прихожанин организовывает вне богослужебную беседу, стол, рассказывает о своем святом, или делится теми или иными своими изысканиями в богословии, в аскетике, в нравственности, рассказывая жития своего святого и свою жизнь. То есть происходит с знакомством. Дальше двадцатый пункт. Это факультативное преподавание слов православия в школах и дошкольных учреждениях для тех, кто способен это вести, проходил курс переподготовки. Таким образом можно перечислять и другие мероприятия, которые здесь не указаны, но все это направлено на сплочение прихода и самое главное два ключевых слова. Это стояние в истине, по сути одно слово истина или стояние в истине. И второе это соборность, возрождение соборности или укрепление соборности. То есть два слова, соборность и истина. Вот эти двадцать пунктов, их много, но суть остается одна. Это приобретение истины через знания и свое сердце хранить в соборности, в сплоченности друг к другу. Чтобы не кричали кровь его на нас, на наших детях и распинали Христа, а сораспинались со Христом, как это делала Матерь Божия, стоя у креста. Далее методы могут быть классифицированы следующим образом. Приходские методы проповеди. Это использование миссионерства, приходского миссионерства. Это использование местного языка, рукоположения представителей местного населения. Это касается приходов, которые миссионерские, которые выдвигаются с прихожанами и создают такие же приходы в другом месте. Далее второе, это попытка устроить свою жизнь в среде неправославного коренного населения и влияние на него личным примером. Это метод православного присутствия. И третий, это опора на государственную власть, ее поддержку. Это политический подход, он конечно очень опасный, потому что если власть она атеистическая, то в общем-то никакого у нас такого серьезного сотрудничества не состоится. Или мы должны стать атеистами, или они должны воцерковиться. Потому что, как правило, атеисты мешают только приходской жизнедеятельности. Как мы помним, Баранов такой был, который всячески на Аляске препятствовал миссии и проповеди Евангелия. Поэтому методы это миссионерского прихода, который действует уже сам сплотился внутри, внутренняя миссия, и действует уже внешне. Производя рецепцию, культуру, устраивает в средине православного населения своим личным примером православное присутствие. Показывает истинную веру своим присутствием. В деле миссионерского служения, следующий красный раздел, это есть следующие трудности. Какие же трудности может встретиться и священник, или прихожанин, который желает, жаждет миссионерской деятельности, миссионерского служения. Первое. Это недостаточное научное методологическое обеспечение миссионерской деятельности. То есть люди не знают, что можно миссионерствовать, или не знают, как это делать. Делают это невежественно, без методики, без педагогической подготовки. И вместо того, чтобы поддерживать миссию, они ее противодействуют. Как это говорится, добрыми намерениями дорога была занова. Мне припоминается, как некоторые студенты шли проповедовать к школьникам и говорили, дорогие дети, сегодня очень плохая такая тенденция, что дети смотрят фильм «Гарри Поттер». Вы смотрели фильм «Гарри Поттер»? Дети говорят, мы не знаем, что это такое. Ну, вы не смотрели, но я вам скажу, если вы посмотрите фильм «Гарри Поттер», то вы там плохое, вот такое, такое-то, так что лучше не смотрите. Что вы думаете? Через неделю родители прибегают в школу и говорят, что такое наши дети хотят посмотреть «Гарри Поттер». Ну, то есть, получается, миссионер, вместо того, чтобы говорить на темы о Христе, о нравственности, о заповедях Божьих, о символе веры, начинает говорить от обратного. И создает рекламу, таким образом, антимиссия ведется. Поэтому недостаточное понимание методического обеспечения, невыбор плана, темы бесед ведет к отрицательному результату миссионерской деятельности, миссионерского служения. Второе. Недостаток подготовки миссионерских кадров. Действительно, до 95-го года вообще даже не было такого предмета. Вообще даже не было понятия о миссионерах. Были просто церковно-служители, диаконы, священники, подиаконы, панамари. Да даже и они тоже, особенно панамари, подиаконы, определенных учебных заведений не было. Все было на практике. Ну, и клирос тоже страдал. Всегда были самоучки или священник, который учил клирос. Поэтому недостаток подготовки миссионерских кадров, он остается всегда. Третий пункт. Недостаточное использование раннего миссионерского опыта поместных православных церквей. Ну, действительно, в советское время вообще даже историю русской церкви даже мы не знали. Ваньки, не помнящие своего родства, и историю Руси не знали достодожно. У нас история начиналась с 1917 года. Это сейчас уже в период перестройки. Что-то стали менять учебники. И потихонечку стали уже и об Иоанне Грозном, например, царе и святом говорить более достодозно. А так историю просто исковеркали все. И все эти теории. И Ломоносова тоже за создание учебника приговорили к смертной казни. Почему-то в наших учебниках, мы знаем почему, потому что атеизм был. Но в период перестройки потихонечку люди стали просыпаться. Но все равно знаний недостаточно. Конечно, миссионерского опыта. Дальше. Четвертое. Недостаточное финансово-экономическое обеспечение миссионерских программ. Конечно, мы знаем, что апостолы шли без всякого обеспечения. Шли в Духе Святом. И Господь все им подавал. Потому что сердца людей открывались. Поэтому финансовое экономическое обеспечение, оно всегда идет за духовным пробуждением. Если миссионер духовно пробуждает, то люди всегда отдадут последнее для того, чтобы эта миссия продолжалась. А если миссионер духовно не укреплен, знаний нет, методики нет, то, конечно, и финансы, они будут слабенькими у таких миссионеров. Пятое. Не всегда адекватная реакция государственных структур. Ну, это естественно. У нас Конституция создавалась в 93-м году нашими врагами. И поэтому церковь отделена от государства. И это, конечно, влияло на то, что государство, оно очень тяжело отдавало не только даже опеку о людях, а и монастыри, и храмы под складами все были. Потихонечку все отдавали. Причем со скрипом до сих пор это все продолжается. Варианты решения этих проблем могут быть следующие. То есть мы с вами указали, какой должен быть священник, напомню, с миссионерским запалом, так если можно выразиться, как он должен пять пунктов соблюдать. Дальше, то есть сам готовиться и помогать прихожанам организовывать. Потом мы сказали, что можно сделать на приходе, это касается прихожан. Сказали о проблемах, которые есть на приходе, связанных с лозным церковно-государственными отношениями, недостаток и методики, и научно. Теперь, как же решить все эти проблемы? То есть мы знаем идеал, знаем проблемы, как же их решать теперь? А решать их следующим образом нам предлагают. Во-первых, это регулярно созывать миссионерские съезды. Действительно, самые лучшие миссионеры, несмотря на трудные условия миссии, могут собираться и делиться опытом своих трудов, своей деятельности, своего служения, преподносить методики преподавания, свой опыт, подача информации, пути к решению тех или иных проблем воспитания подрастающего поколения или старшего поколения, уходящего и мешающего проповедовать Евангелие своим атеистическим мировоззрением и праздниками, уже праздниками советского периода. Поэтому необходимо собирать съезды, далее издавать усилиями церкви учебные богословские пособия, энциклопедии под общим названием Библиотека православного миссионера. Готовить специальные программы для духовных, светских учебных заведений по вопросам миссии церкви в современном гражданском обществе. Таким образом, здесь первый пункт обозначает ключевые слова съезд, энциклопедия, программы, вот эти ключевые слова. Второй пункт это использовать доступные средства массовой информации. Действительно, СМИ играет сейчас в этой информационной войне передовую роль. Кто кого будет воцерковлять или развоцерковлять. Мы воцерковляем, а средства массовой информации развоцерковляют нас. Поэтому вот она идет здесь незримое духовное противостояние. Поэтому православная миссия не должна сбавлять такие телеканалы, как Спас, Радость моя, Союз и другие, призваны расширять свою деятельность и появляться новые каналы по силам православных людей. Третий пункт. Привлекать для обеспечения миссионерской деятельности средства для пополнения миссионерского фонда. Мы помним, что еще преподобный Макарий Глухарев об этом мечтал. О создании миссионерского попечительского фонда. Был организован при митрополите Иннокентии Вениаминове. И, соответственно, сейчас тоже он есть. В большей степени приход обязан зарабатывать сам. Только общая молитва и труд объединяет, укрепляет и позволяет решать многие задачи. Как нравственные, так и финансовые. Вот такие варианты решения. Еще раз напомню, какие формы миссии на приходе. Мы с вами говорили в концепции миссионерского служения об информационной, воспитательной и также миссии внешней и внутренней, апологетической. И рассмотрим первое. Информационная миссия действительно на уровне прихода. Теперь что мы можем сказать? Что на уровне прихода мы должны знать в каком информационном поле мы находимся. То есть, какие средства информации мы можем влиять. На радио, есть ли в этом селе или городе радио, телевидение, есть ли определенный доступ к печатным изданиям, к листовкам и так далее. То есть, вот это должна быть прозондирована почва на проверенном священникам и его помощниками. Далее, на уровне прихода нужно выяснить, а есть ли влияние антипривославной деятельности. Как правило, это какие-то конфессии, которые вносят дискомфорт в общество, разделяют его. поэтому может быть собраны банк данных и проведена работа в этом направлении с такими людьми и с такими центрами. Дальше продолжат выпуск православных библиотек. То есть, прихожане могут приносить уже ненужные книжечки и организовать, которые они прочитали, и организовывать библиотеку приходскую. Активно осваивать электронные виды средств массовой информации, радиовещания, телевидение, интернет, это мы уже сказали. В сфере издания также сказали, необходимо просвещение современных людей с современными святоотеческими изысканиями, ну, в смысле перепечатание их, святых отцов, переводы, может быть, если это есть возможности и способности прихода больше касается городского. Широкое издание миссионерской литературы, катифизация, продолжение выпуска серии книг. Это, конечно, для прихода сложно, но для центральных городов это вполне доступно. Апологетическая миссия, то есть защиты веры православной, предполагает, что на приходе может быть определенная группа людей, умеющих дискутировать, беседовать, обычно это философского склада ума люди, актуализировать, защищать веру православную. Обращают внимание на проблемы которые могут возникать в ходе миссионерской деятельности. Такой аналитический центр может быть организован. Активизировать просвидетельскую деятельность каждого прихода. Третье направление после информационной апологетической это воспитательная миссия и она можно сказать первостепенная. Хотя мы поставили первую информационную, вторую апологетическую, но воспитательная она главнее их всех. Если у нас будет настоящая воспитательная миссия, соответственно автоматически будет и информационная и апологетическая. То есть акценты должны быть смещены на воспитательную миссию. Потому что если человек по-настоящему познал Христа он будет и защищать веру свою он будет выступать и на информационном поле. А если Христос не вошел в сердце, если воспитания нет, питания благодатью нет, то соответственно человек будет слаб и в апологетике и в информационном пространстве. И следующая четвертая это миссия связана с тем, чтобы нести Слово Божие в народ, в молодежь. И соответственно миссионерская деятельность на уровне прихода мы с вами говорили имеет важное значение почему-то не переключается. Сейчас возобновим возобновим следует... следует... Включает катехизацию. Она должна строиться по четким постулатам. Христоцентричность, признание богодухновенности священного писания, принятие священного предания православной церкви. Восприятие церкви как тело Христово, свидетельство о церкви как о радости жизни во Христе, признание того, что центром всей жизни православного христианина является Евхаристия, осознание того, что личность не растворяется в церкви, но ею охраняется, и человек, вступая в церковь, получает возможность раскрыть себя как личность во всей полноте. Это все, что касается внутреннего преображения человека. То есть воспитательная миссия играет громаднейшее значение. Вне богослужебная жизнь прихода строится из следующих аспектов. Это усиление миссионерской направленности жизни прихода. Миссионерских служб проведения. Укрепление внутрицерковного пространства. Оказание помощи катехизаторам. Предоставление новокрещенной возможности вести активную созидательную деятельность. Обязательное принятие клиром прихода непосредственно участия в процессе воцерковления. Организация при крупных приходах, благочиниях, специальных центрах духовного развития детей и молодежи. В общем-то, приходская жизнь, еще раз напомню, она напоминает большую семью. Если ты, как священник, как отец, воспитал определенную часть прихожан, обычно это мужчины, они главы семьи, то, соответственно, они уже будут передавать эстафету. Ну, человек, например, 10 лет воцерковлялся, воцерковился, и он уже передает эстафету. То священнику уже не надо будет учить молодежь, потому что вот этот прихожанин, который 10 лет воцерковленный, он уже может заняться молодежью. Вновь пришедший мужчина может быть направлен к нему. И если только уже этот старший, как можно сказать, старший сын священника, не уже не отвечает на вопросы, то священник поддерживает. Таким образом, приход становится большой семьей. И если ты правильно организовал и воспитал достодолжно несколько человек на приходе, то многие вопросы священник может делегировать именно этим воцерковленным мужчинам. Так же само и с женщинами. Воцерковленные женщины, они опыт жизни в Духе Святом священника передают женщинам, которых священник тоже поработал. И, соответственно, создается преемственность опыта жизни в Духе Святом. То есть приход, это не просто священник, который отвечает на все вопросы, а это организация умения передачи информации и правильного реагирования на происходящее событие в этом мире. И передача этой реакции для следующих прихожан, вновь пришедших. Далее мы говорили, все что касается, это касалось внутренней миссии. И она главнее. А вот внешняя миссия, она нами была раскрыта на уровне московского патриархата. Это воцерковление переселенцев, усилие на изучение традиций других народов. И, соответственно, все эти четыре миссии, внутренних три и четвертая внешняя миссия, они направлены на то, чтобы церковь развивалась как организация и как мистическое тело. То есть мистическое тело в плане, что от церкви в земной, в церковь небесную поступают новые и новые члены вечной жизни. То есть без правильной организации земной церкви вечная жизнь немыслима. Если мы правильно организуем земную церковь, то, соответственно, максимальное число прихожан будут попадать и в небесную церковь, которая уже не требует никакого изменения, ибо стоит она в непадательном состоянии. Поэтому церковь как организация, церковь как земная церковь, она нуждается в поддержке и укреплении небесной церкви и правильной организации. Основные принципы миссии – практическое применение. Образ жизнедеятельности и сам облик современного церковного прихода должен быть максимально приспособлен к миссионерским потребностям, исходя из интересов церкви. Существуют следующие отличительные особенности миссионерского прихода. Главная цель – это осуществление миссионерской деятельности на территории пастерской ответственности. Но это больше касается священника. Вторая отличительная особенность прихода миссионерского – это клир, который призван знать богословие, приобретать практические опыты миссионерства. Третья – целесообразно, чтобы миссионеры и меры имели или приобретали светское высшее образование. Конечно, цели нет, но если человек имеет светское образование, он может эти светские знания воцерковить. Потому что все, что есть хорошего, это все дает Христос. Четвертое. Приходское собрание данного прихода должно состоять из прихожан, активно участвующих в миссионерской деятельности. Но это естественно. Самые активные прихожане, они имеют право голоса. Пятый пункт. Приход обязан заниматься социальным служением. Это, конечно, особенно в городах, где много нуждающихся. Вот в селе там попроще. А в городе люди друг друга не знают. И, конечно, такой центр, он сплачивает городских жителей. По крайней мере, хоть какая-то компенсация, какого эгоизма, когда в подъезде не знают соседи друг друга. Шестой пункт. В миссионерском приходе необходимо формировать институт миссионерских катехизаторов. В миссионерское служение мирян необходимо скоординировать по разным аспектам работы в связи с профессиональным навыком. Действительно, если человек медработник, почему бы ему не миссионерствовать среди больных, среди врачей, своих сотрудников? Если человек военнослужащий, то же самое. Человек в местах лишения свободы может и среди сотрудников, и среди заключенных. Далее. Миссионерскому приходу по благословению ипорхиального епископа желательно поддерживать контакты с миссионерским отделом Московского патриархата. То есть делиться опытом. Основные принципы миссии миссионерского прихода. Главная цель это осуществление на территории пастерского служения. Это мы уже говорили. Отметим принципы деятельности в прихода. Первый принцип универсальности. То есть церковь, она принимает всех людей через покаяние. Все люди, они дети Божьи. Но когда они дети Божьи? Когда они приносят покаяние? Тогда это с этим ребеночком, пусть он даже будет седовласый, дедушка или бабушка. Но они дети, приходящие в церковь. И соответственно нужно их поддержать. Не наставлять грозно и не упрекать их в той или иной форме, что они что-то неправильно делают. А в первую очередь донести им любовь Божию, которая к ним обращена. И постепенно уже изменять и форму их жизни, форму их общения. То есть поддержать человека. Универсальность предполагает спасение для всех. Независимо от нации, социального происхождения, возраста. Второй пункт. Основной принцип. Это церковная рецепция культуры. Для иудеев я был как иудей. Для язычников язычник. Для подзаконных как подзаконных. Чтобы приобрести хотя бы некоторых. Так говорил апостол Павел. То есть это не просто приспособление православия. Называется экуминизм. А изменение, снисхождение с целью того, чтобы изменить человека. Не оставить человека. Экуминизм предполагает оставить человека, какой он есть. И в объятиях любви объединяться. Искажая догматику и нравственность. А вот православный подход. Это принимать с покаянием. Изменять людей. Помогать им. Поддержать их. В их покаянном чувстве. Принцип канонического основания миссии. То есть нельзя проповедовать там, где уже проповедан Христос. То есть в одной епархии человек миссионерствует. Если он переходит в другую епархию. То нужно уведомить находящегося епископа. Чтобы не было каких-то противоречий. Чтобы действовали взаимопомощь была. Если епископ большая территория. Он приглашает миссионеров из епархии ближайшей. Например из московского патриархата. Из московской епархии. Миссионеры поехали в Сибирь. По приглашению какого-нибудь епископа из Сибири. Из Архангельска. Или из Дальнего Востока. Пожалуйста. Но самостоятельно. Миссионерствовать можно в поезде. Но если ты приезжаешь куда-то на приход. Организованный другой епархией. Другим священником. И начинаешь миссионерствовать без его ведома. То это неприлично. Даже в светском мире. Внутриприходская информационная деятельность. Включает в себя приходские листы. Приходской сайт. Информационные стенды. Доступность церкви. И приходское консультирование. Миссионерские богослужения. Здесь мы на приходе можем выделить определенное направление приходской деятельности. Обобщение накопленного опыта миссионерской деятельности. Цель распространения. Распространение положительного опыта миссионерской деятельности. В различных епархиях. Которые использовались в миссии. На судах. Поездах. Автобусах. Выездных групп. Работа со светскими педагогами. В библиотеках. Проведение крестных ходов. Это все можно фиксировать и делиться опытом. Усиление миссионерской направленности. Учебно-воспитательного процесса. Поддержка на общецерковном уровне миссионеров. Создание на каждом приходе особой миссионерской духовной культурной атмосферы. Поощрение вне богослужебного общения людей. Развитие священнослужителями внутри приходской миссии. Привлечение мирян к активной церковной деятельности. Широкое применение различных языков. Возрождение практики оглашения взрослых людей перед крещением. Совершение богослужений. Изданий. Работа с группами социального риска. То есть получается заключенными, наркоманами и так далее. То есть вышедшими из тюремного заключения. Создание на каждом приходе обстановки, способствующей укреплению института семьи. Очень важное направление это семьеведение. Развитие всех приемлемых антисектантской деятельности. Создание особых центров по социальной, психологической, духовной реабилитации. Поэтому миссионерская деятельность является деятельностью благодарности. Вот человек пришел к Богу. И когда он делится этой радостью общения с Богом, это и есть миссионерское служение. Только его нужно правильно организовать и делиться опытом друг с другом. Далее, миссионерские поручения на приходе. То есть священник, он может давать миссионерские поручения. Сами прихожане просят, батюшка, что мне сделать, чтобы очиститься от грехов, каких-то, которые человек совершил по жизни, по невидению, по незнанию. И священник может предложить определенные поручения. Помогать в комплектовании школьных, публичных библиотек, церковными книгами, миссионерского содержания, использовать сеть библиотек, просветительские центры создавать, тематические выставки организовывать, миссионерских православных концертов. Но это только нужно иметь меру, чтобы концерты у нас не были в храмах. Потому что храм это место молитвы, а не место концертов. Далее, ориентировать мирян на особый вид миссионерской деятельности, на церковное присутствие в интернет-пространстве, поощрять общение мирян во внебогослужебное время, находить точки соприкосновения с различными возрастными слоями населения посредством организации общедоступных мероприятий, клубов, летних лагерей, походов, трудовых коллективов. Вот все, что летом, это особенно активно. Так и говорят, что за две недели православного лагеря ребенок буквально воспитывается то, что не могли сделать в школе за целый год. Поэтому это очень важно. Особенно в военно-патриотические лагеря дети совершенно по-другому смотрят, живя в палатке, сами готовят себе пищу, выполняют трудные задачи, помогают сельскому населению. Вот тогда они сплачиваются. И действительно становится другой человек уже. Молодой человек совершенно изменяется. Он начинает ценить труд, ценить родителей. Совершенно другие приходят. И родители с нетерпением ждут, когда же лето, чтобы ребенка отправить, и уже он приедет совершенно другой. Вести просветительскую работу в группах социального риска с наркозависимыми, инфроинфицированными, беспризорными, нуждающимися в помощи. Осуществлять миссионерскую, катехизическую, богословскую подготовку светских преподавателей. Это очень важно. Потому что куда интеллигенция пойдет, а это врачи, преподаватели, психологи, юристы, экономисты, военнослужащие, деятели культуры, очень важно, науки. Если они пойдут за Господом, то и все общество. Потому что они подают инициативу. Они становятся проводниками. И ведут народ уже к спасению или к погибели. Мы помним, что революция 1917 года, она произошла именно не только, ну много причин было, но одна из причин это развоцерковление интеллигенции. Обращают внимание на миссионерское служение женщинам. Они особенно сердобольны и в социальной деятельности играют важную роль. Создание специальных благотворительных учреждений, по примеру Марфа-Маринской обители. Служение в больницах, для несения проповеди Слова Божия, утешение страждущих. Воспитательно-просветительское служение в детских домах и интернатах. Служение в местах решения свободы. Одна из женщин, посещая тюрьму, где заключенные, она говорила, я думала, что в камере с заключенными я буду себя чувствовать неуютно. Но когда я говорила о Христе, то я себя чувствовала в тюрьме более защищенной, чем на улице. Вот, то есть совершенно по-другому уже на женщину-миссионерку, женщину, которая несет Слово Божие, возвещает, особенно для таких же женщин, как и сами женщины, в женских колониях, возвещают Слово Божие. Ради облегчения вхождения и пребывания невоцерковленного человека целесообразно предоставить приходам проведение миссионерских богослужений. Конечно, это тоже очень опасно, чтобы и календарь не изменен был, и богослужения на русский язык очень опасно переводить. Но некоторые моменты миссионерских богослужений, то есть это момент, когда люди воцерковленные могут участвовать особо активно в приходской деятельности. Богослужение должно быть, соответственно, без нарушения цельности и молитвенного настроя. Комментарии ограничивать, но они имеют место быть, тихонечко рассуждать, что происходит. Во время совершения божественной литургии проповедь может произноситься непосредственно после евангельского чтения и носить экзогетический характер. Дальше. Для совершения миссионерских богослужений в населенных пунктах, не имеющих храма, допустимо использовать в качестве алтаря любые приспособленные помещения, даже палаты. На месте совершения такого богослужения целесообразно воздвигать поклонный крест, перед которым верующие могли бы молиться. Главной задачей, четвертый пункт, для совершения миссионерских богослужений является приближение литургической культуры православия к пониманию наших современников. Литургия может и для взрослых, и для детей даже организовываться, чтобы дети как можно максимально участвовали. Всецерковное съезд ипархиальных миссионеров разработал следующие рекомендации для мирян. Возродить практику оглашения взрослых, привлекать мирян к активной церковной деятельности, необходимо использовать сеть существующих библиотек, ориентировать монастыри на миссионерскую деятельность, поощрять общение людей за пределами богослужения, повысить пастырскую ответственность внутри приходской миссии, предоставляется целесообразным составлением новых чинопоследований, освещающих жизнь современных людей, прежде всего представителей современных городских профессий, находить точки соприкосновения с различными возрастными слоями населения, осуществлять катехизаторскую, богословскую подготовку светских преподавателей, врачей и психологов, строить отношения с органами государственной власти, благотворительными фондами, организациями, которые являются важным ресурсом повышения возможности православной миссии. То есть, возрождение церковно-государственных отношений. Теперь, после того, как мы ознакомились с миссионерским приходом, в общем-то, цель, это любой приход должен быть миссионерским. Есть еще такое понятие, как миссионерский стан. Миссионерский стан, здесь мы видим на экране изображение апостола Павла. Его можно обозначить как тем человеком, который первый организовывал эти миссионерские станы. Что они представляют в настоящее время? Миссионерский стан это региональный центр православной миссии, функции которого входят координация, методологическое обеспечение и обобщение опыта миссии, осуществляемое на определенной территории. Далее, организация работы по созданию миссионерских переводов на национальные языки, связь с миссионерскими приходами, обеспечение деятельности миссионерских приходов специальной литературой, методическими материалами, предоставление при возможности гуманитарной помощи в целях осуществления гуманитарной миссии. То есть, миссионерский стан предполагает существование людей на определенной территории, которые были выведены из среды или мусульманской, или кришнаитской, или буддистской. То есть, определенная среда, это касается вот за Уралом и дальше люди, где священников мало, прихожане организовываются и сами проводят обедницы, чинопоследования, службы, выделяют определенного человека, который отвечает за часовню, за храм. А священника приглашают и он по мере необходимости приезжает раз в год или три раза в год. Соответственно, существует миссионерский стан. Люди самоорганизовываются. Для православной традиции миссионерских станов изначало были характерны следующие принципы. Это территориальность, то есть удаленная от городских, сельских, где-то вдалеке. Использование местного языка обязательно, вот, чем дальше, тем более традиции уже другие. И, соответственно, нужно знать местный язык, культуру, чтобы не навредить. Соответственно, местные жители, они могут первое время замещать священника в плане проповеди, чтения Евангелия, толкования. А священник выбирает самых лучших из местного населения. А впоследствии может рукополагать, ну, не священник, а предоставляя это дело епископу. И обучать церковному уже богослужению и уже проведению на местном языке своего богослужения. Связь с церковью. Обязательно с церковью матерью, православной церкви, станы должны быть связаны. Основываясь на опыте деятельности христианского свидетельства, можно вывести следующее принципы православной традиции миссионерских станов. Это то, что стан должны координировать священники в связи с далекой удаленностью. То есть удаленностью стан нуждается в том, чтобы священник окормлял дистанционно и по мере очень важно посещение, собственно, не просто по телефону или по интернету, а присутствие личное. Живое общение никогда не сможет быть заменено общением дистанционно, как вот мы сейчас с вами общаемся. То есть живое общение должно всегда присутствовать в этих станах. Богослужение должно совершаться с элементами молитв на местном языке. Это вдохновляет прихожан из местного населения. Следует уделять особое внимание подготовке местных сотрудников. Миссионерский стан не может быть самоокупаемым, так как не предполагает обязательное требование денег за свечи, частные богослужения, поминальные записки. Необходимо связь с синодальным миссионерским отделом. То есть это более серьезные приходы. Они обеспечивают миссионеров, чтобы они и доехали, и средства выделяют, и литературу выделяют. Деятельность миссионерского стана должны организовывать серьезные люди, которые прошли определенную подготовку. То есть принцип не навреди, чтобы действовал очень он важен. Если отправлять для проповеди в миссионерские станы, то самых ответственных прихожан. Миссионерский стан в вопросах богослуженной деятельности действует по благословению гиперархиального архиерея. Миссионерский стан в вопросах организации подотчетен своей деятельности председателю синодального миссионерского отдела. Это вот такие организационные способы. Вот один из примеров в автобусе. Вот они в желтых футболочках таких раздают литературу. Священник раздает листовочки. Это как посещать. Вот например есть такое понятие, такое понятие как станции миссии. Поезд когда идет есть определенные станции. Вот своего рода миссионер когда уходит в Сибирь допустим он посещает вот эти станы. Их иногда называют станции. Вот например в станциях миссии часто обращались в веру люди, которые были замечены как избои в своей семье, в культурной группе. Во многих случаях среди новообращенных людей были только сироты, воспитанные в приюте станции. Современные миссионерские доктрины обращения в христианство теперь сосредотачиваются на том, чтобы сеять христианские воззрения уже в сформировавшихся группах местных жителей, не навязывая им другую чужередную культуру. Это взято из книги. Вот мы видим это до революции были такие станции. Ну сейчас больше станы. Вот например в результате миссионерской экспедиции были организованы миссионерские станы, которые действовали с декабря 2000 года на территории Чукотки, где совершали миссионерское служение выпускники Белградской православной духовной семинарии. Вот эти станции, станы, они некоторое время существовали, а потом уже местные священники стали более часто посещать и станы превратились в приходы. То есть стан это некоторый переходный период самоорганизации людей без священника. Вот например храм Спаса Нерукотворного в Якутии в поселке Тикси с апреля 2009 года существует миссионерский стан Спасский. В 2006 году в военном гарнизоне был построен храм и соответственно там три женщины старались проводить воскресные службы мирским чином. Впоследствии также стал приходом. Теперь подведем итог всему вышесказанному. Возрождение русской православной церкви необходимо и оно начинается с прихода. И соответственно на приходах возрождение возможно когда священник дает определенные миссионерские поручения и направляет местных жителей учиться направляет на рукоположение епископа смотрит на этих людей кандидатов и священства и открывает духовно-православные школы и владыка епископ той или иной епархии и соответственно создается определенная когорта людей готовых нести слово Божие на местном языке в своих приходах там где они жили ранее. Подводя общий вывод миссия или свидетельство присуща природа церкви и заключается в провозглашении благой вести всему творению. Православное понимание миссии основывается на том факте что Христос был послан отцом в святом духе. И соответственно Сын Божий уже послал апостолов. Были организованы первый приход можно сказать был из 12 апостолов. Потом он расширился до 70 было 82 человека. Потом приход был из первой в Иерусалиме и он стал апостол Иаков стал первым епископом в Иерусалиме. Вот приход уже стал таким расширенным 3 тысячи присоединилось 5 тысяч присоединилось. Вот это можно сказать с самого сошествия Духа Святаго на апостолов были организованы первые приходы. Миссионерская работа соответственно она свидетельствует о верности членов церкви предполагает возрождение соборности ибо миряне играют важную роль в решении церковных задач. Мы говорили что соборность и истина вот два ключевых слова которые сформируют приход достойный приход церкви становится здоровой клеточкой церковного организма тела Христова. Третий вывод через литургию проповедь происходит в сакральной жизни церкви и мы соответственно прихожане входим в реальный контакт с царствием божьим и участие в литургии прихожан очень важно чтобы прихожане понимали богослужение поэтому миссионерский приход это в первую очередь понимание Евхаристии что происходит на ней преображение всего прихода через Евхаристию как можно чаще причащаться четвертый пункт вся история Руси начиная со святого князя Владимира рассматривалась как борьба за православную государственность идея союза церкви и государства в решении всех вопросов нашей земной жизни стала национальной идеей русского народа миссия славянских народов стоит в том чтобы донести до человечества сущность взаимоотношений освободив от эгоизма грубых материальных страстей язычества воспитывая православной основе любви доверия и покаяния государственной власти и церковного мира то есть внутреннее и внешнее должно совпадать только тогда будет возрождение государства вся история Руси начиная со святого князя Владимира соответственно так и рассматривалась не было ни домов престарелых не было ни домов брошенных детей все были заняты и школы и больницы и приюты и сироты все было распределено вследствие когда церковь отбросили после революции 1917 года от воспитания то эти приюты превратились в рассадники заключенных 95-90% из приютов уходят в тюрьмы потом вот что значит когда церковь отстранена от государства поэтому миссионерский приход настоящий он не может быть вредоносным он по определению приносит пользу обществу и государству то есть здоровый приход это сила и мощь общества сила и мощь государства теперь общий вывод христианская миссия на Руси и в конце 20-го начала 21-го века это период свидетельства и возрождения это период когда монастыри учебные заведения восстанавливали значимость подготовки миссионеров апологетов веры и приходская жизнь играла в этом колоссальное значение приход это большая семья если семья здоровая то соответственно и миссия будет здоровая концепция святой Руси в 21-м веке Москва Третий Рим стала возрождаться и управление в конце 20-го века переходило в руки ревнителей православия но принципы лжесимфонии властей за 200 лет искажений и 70 лет советским атеизмом и 25-летним периодом перестроек все это наложили свой страшный отпечаток приходская жизнь она претерпевала изменения и соответственно богоизбранный христианский народ лишался соборности лишался стояния в истине но мы вопреки всем этим новшествам уже 300 лет продолжающимся достойно несли ношу святой Руси омывая своей кровью все ошибки привнесенные язычеством и нехристями государственное церковное управление третий пункт созданный миссионерский отдел на общецерковном уровне имеет важную и значимую роль в поддержке наиболее активных деятельных православных священников а это есть координация через приказскую жизнь то есть если будет возрождена приказская жизнь будет возрождено 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 и государственное устроение правильное и соответственно противостояние всем этим сектантским влиянием которые ныне наблюдаются четвертый пункт православная вера продолжает быть народа культура государство образующей религией возрождение соборности и стояния в истине приходской общине напрямую влияет напрямую на укрепление и сохранение православной веры и нравственности то есть мы видим что православная вера формирует приход и приход формирует православную веру потому что все взаимозависимо христианская миссия раскрыла народам святой Руси истоки зла способы приложения зла в добро а соответственно христианская миссия положила начало объединения народов в единое православное царство более того христианская миссия на приходе показала достойное место и роль нашей Руси в общечеловеческой жизнедеятельности а именно вести правильную миссию по любви к Богу и человеку и способствовала сохранению общественной национальной безопасности не только нашей страны Руси но и целого мира и целый мир смотрит на нашу Русь но а как ее сохранить через сохранение приходской жизни будет возрождена приходская жизнь будет возрождена и семья и благочиние и епархия и весь наш народ и соответственно Господь и дарует нам время на покаяние список литературы вы увидите в слайде презентации а сейчас скажем что следующее занятие у нас будет уже посвящено организацию и практической больше сказать практической деятельности мы будем опираться на практические разработки слушателей высших богословских курсов в центрах дополнительного образования Московской Духовной Академии со всей России приезжали прихожане со всех уголков России и очень интересные доклады читали которые мы обработаем и предоставим на ваше рассмотрение то есть следующий раздел это практика миссионерского служения мы с вами рассмотрели обоснование миссии историю миссии в Византии на Руси теперь рассмотрели второй раздел организацию миссии на уровне Московского Патриархата на уровне епархии на уровне прихода и сказали что приход является центром и семья и приход они очень похожи и они являются центром на который опирается вся миссионерская деятельность и теперь переходим к практике как организовать миссию для заключенных для военнослужащих для врачей для больных для хромых для нуждающихся бездомных людей и так далее то есть работа социальная и миссионерская для народа нуждающихся в миссионерской проповеди до следующих занятий Божьей помощи ангела-хранителя до следующей недели аминь с Богом здравствуйте я Ирия Анатолий Слободчиков на сайте храма святитель Николай Чудотворец и всего плюсы приглашаю вас на молитву соглашения которая проходит в нашем храме мы читаем Акафис Николай Чудотворцу Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним к Господу нашему Иисусу Христу до встречи на молитве Иисусу Христу